Приветствую вас, и, вы знаете, я прочитал ваш вопрос, могу сказать, что понимаю ваше желание человека поддержать, приветствую его, вот, считаю, что вы молодец, вы хороший друг, хорошая знакомая, вот. Но, знаете, есть два момента, два момента, с которых мне бы хотелось начать. Первый момент заключается в том, что этика запрещает нас консультировать людей через третьих лиц. То есть, по этике, я не могу, например, вам сказать, какие слова вам можно будет донести до знакомой, потому что я ее не знаю, вашу знакомую, а то, что вы описали, является субъективным восприятием человека, которым может быть совершенно иное, то есть, чем настоящий человек. То есть, вы можете ошибиться в своем восприятии, тем более, что ваша знакомая именно знакомая, даже не друг. И, соответственно, если основываться на том, что вы написали, то можно, конечно, какие-то слова вам сказать, но представьте себе, что эти слова будут основаны на только том портрете человека, который обрисовали вы, а, в действительности, все по-другому, эти слова будут неуместны для нее, обидны, и получится так, что мы вам только навредили. Хочу ли я, например, вам вредить? Нет, не хочу. И что можно порекомендовать в этой ситуации? Пожалуй, только одно. Если у вас знакомая сейчас кризис, если у вас знакомая сейчас черная полоса, то ей определенно нужен друг, определенно нужен человек рядом с ней, который просто был бы хотя бы рядом. То есть, не обязательно даже, чтобы вы говорили ей какие-то слова, не обязательно, чтобы вы даже как-то пытались ее поддержать, а просто будьте с ней рядом. И вот это, то, что вы находитесь с ней рядом, сам факт того, что вы находитесь с ней рядом, он даст вас знакомой силы для того, чтобы преодолеть свой тяжелый период. Возможно, выпивает она, как вы говорите, ну, правда, не очень понятно, как можно выпивать и заниматься спортом. Любой человек, который занимается спортом, знает, что алкоголь не то чтобы вреден при занятиях спортом, он просто блокирует весь эффект от физических занятий. И как-то вот этот момент не очень, на мой взгляд, ясен, но это не столь важно. То есть, станьте этой знакомой другом, если вы действительно хотите ей помочь, если вы действительно хотите для нее что-то сделать. станьте вот вашей знакомой именно другом. Действия. Ну, с действиями все немножечко проще. Вы пригласите ее куда-нибудь посидеть, может быть, даже и не посидеть, может быть, может быть, имеет смысл вам провести время как-то более активно. Я имею в виду, может быть, это будет вечеринки, танцы, какой-нибудь аттракцион, может быть, что-нибудь еще такого плана. Вот, пригласите ее, чтобы она побыла с вами, чтобы она почувствовала, что нужна кому-то, чтобы она почувствовала, что интересно кому-то, хотя бы вам. Это, в свою очередь, конечно, ее положение по отношению к мужчинам, может быть, и не изменит, но некой уверенности в себе придаст. Если пригласите ее в общественное место, можете, как бы, намекать на то, что вот тот или иной мужчина на нее посмотрел с интересом, даже если это не так. Она будет говорить, что нет, 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 но действительно все ей будет приятно. Вот это то, что вы можете сделать. Именно по качеству, как знакомую. Если вы из статуса знакомой перейдете в статус, например, друга или близкого знакомого, может быть, да, может быть, она будет вам что-то рассказывать более глубинное, и тогда, получив доступ к этому, вы уже сможете с чистой совестью сказать ей, что, вот, ты знаешь, я от тебя беспокоюсь, у тебя проблемы, ты постарайся все-таки обратиться к психологу, и он тебе поможет. То есть, вот так, вот так вам нужно действовать. Слова, знаете, если мы вам скажем какие-то слова от и до, это будут не ваши слова, и подруга, она, будучи субъектом женской интуиции, скорее всего, очень быстро почувствует, что эти слова не идут от вас. Это не ваши слова. Это слова чужие. Потому что у человека автоматически меняется голос, меняется интонация, когда он говорит не то, что идет от него самого. И в итоге получается, что вы только навредите. И знакомой навредите, и себе навредите, и важным отношениям тоже. Поэтому этого делать не стоит. Вот. Если хотите помочь, пригласите ей в свое общество, в свое время. Это единственное, что вы можете сделать. Постарайтесь с ней сблизиться. Вопрос, который у меня возник после прочтения вашего текста, звучит так. Если это ваша знакомая, если это ваша даже не друг, не подруга, не коллега по работе, вы встречаетесь достаточно редко, то почему вам хотелось ей помочь? Что подвигло вас на это? Подумайте, подумайте о природе желания помочь, потому что у людей знакомых много, но вот помочь этим знакомым как-то хочется далеко не всем. Может быть, у вас есть подсознательное желание стать с ней ближе, может быть, у вас у самой есть желание сблизиться с кем-то. Тогда это желание нужно отознать и действовать уже именно с расчетом на это, а не на то, что вы хотите помочь человеку преодолеть свой сложный период. То есть поймите правильно, само по себе это похвально, но нужно действовать все-таки исходя из своих целей, своих стремлений. И если у вас простой альтруизм, простой альтруизм, то есть ну вот просто хотелось помочь. И друзья у вас есть, и мужчины есть, да, и все у вас нормально, все у вас в порядке, но вот просто хотелось у вас помочь, тогда на одной из встреч просто скажите ей, что вот, ну, я знаю, что у тебя проблемы какие-то, вот ты можешь обратиться к психологу, вот есть такой ресурс, приходи сюда, можешь задать свой вопрос, тебе ответить, там, если понравится, можешь поработать с кем-нибудь приватно, и так далее. Ну и кто знает, может быть ваша подруга действительно, то есть ваша знакомая действительно придет на наш сайт, и мы сможем ей помочь. Если это у вас простой альтруизм, то это единственное, что вы можете сделать. Самый альтруизм, это вообще-то говоря, разовое, такое разовое поведение, разовое чувство, разовое ощущение, и если вы хотите изменить жизнь человека, изменить ее действительно довольно-таки так кардинально, да, то есть чтобы у нее все было здорово, то лучше, 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 чем обращение к психологу вам не найти. Потому что по большому счету ни книги и никакие советы человеку не помогут. Тут у меня работа. Ибо причин у такого поведения, как вы описали, довольно много. Но какие это причины? Что они из себя представляют? Какие из них реальны, какие нет? Это еще нужно разбираться. Поэтому на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!